Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. Это будет необычный пробный выпуск по довольно актуальной теме для всех нас. Я расскажу про 10 правил управления финансами и сбережениями в период выборов в Украине. В телеграмме я подписан на канал FinStop. Это короткие заметки о финансовых тенденциях, о наличных и безналичных курсах. Как раз автор этого блога ответил на мои вопросы касательно управления финансами именно сейчас. Если тема интересна, продолжайте смотреть. Ну что, поехали. В каких банках стоит хранить деньги? Ответ. Если оставлять депозит в банке на этот период, то только в банке-нерезиденте. Или в банке с иностранными инвестициями. Украсть, банк, оваль, кредобанк, прокредит и другие. 95% что с банками все будет нормально, но риски стоит уменьшать. И важно, чтобы у банка была сеть отделений по всей стране. Можно ли вкладывать в банковское золото? Да, вложение в банковское золото 999-й пробы и в отдельные памятные монеты возможно. Золото растет при нестабильной мировой экономике. В любых тенденциях рано или поздно наступает коррекция, но тренд сейчас повышения остается. График золота можно посмотреть прямо сейчас на экране. Как насчет монет Украины? Да, вкладываться можно, особенно в определенные памятные и юбилейные монеты Украины. А что еще важно для сохранения финансов? Ну, важно поставить сигнализацию в квартиру, в госохрана. Обычно подключение стоит до 500 долларов и обонплата 200 гривен в месяц. Хороший способ сохранить деньги. Еще важно быть в курсе новостей из максимально незаменажированных источников. Найти баланс между прокрастинацией в интернете и 5-10 минут смотреть информацию в надежных источниках. Просматривать главные события, чтобы ориентироваться, что происходит сейчас в стране. Важно не паниковать и тщательно проанализировать ситуацию. Пример с ростом курса до 29 гривен с введением военного положения. А что по поводу доллара? С 7 февраля НБУ разрешил покупать валюту онлайн. Для этого нужно просто обзавестить карточкой банка с продвинутым приложением, который будет поддерживать эту функцию. Например, монобанк. Не на все свои средства, ни в коем случае не на заемные. Еще один плюс, монобанк платит 10% на текущий остаток на счету в гривне. Кстати, ребят, я пользуюсь монобанком и кэшбэком. Если кто не зарегистрирован и хочет получить 50 гривен на бонусный счет, также и я получу 50 гривен на бонусный счет, можно зарегистрироваться по ссылочке в описании. Скажи, пожалуйста, а что по поводу диверсификации? Да, если есть свободные ресурсы, рекомендации перед выборами диверсифицировать свои сбережения. Например, 30% золота, 30% доллар, 20% евро и 20% гривен. А что для людей с довольно большими накоплениями? Инвестиция в недвижимость за границей или на счет в депозит в каком-то иностранном банке за границей. С 7 февраля было упрощение этих операций. Необходимо доказать законность заработанных денег и уплату налогов. Ограничение 50 тысяч евро в год. Но за границей на покупку недвижимости можно взять дополнительный кредит 3-4% годовых. А что по инвестициям? Еще одна альтернатива инвестиции – покупка облигаций госзайма гривневых. Доходность до 19,5% плюс уйготные налогообложения. Или валютных. Доходность 5-8%. Рекомендация – погашение до парламентских выборов. Физические лица могут их купить через некоторые банки, например, Пумп и Приват. Вот такие вот интересные заметки мне удалось получить. Спасибо большое за комментарии для моего канала. Если тема интересна, буду периодически постить подобные ролики. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»